тормознул за здесь скинуть эту машину вон моя тилерская шевроле джонс шевроле короче почему-то они купили себя в портах но это уже не наша проблема сейчас будем вас кидать забирать payment и ехать дальше на мэйфис посмотрю не знаю просто так запарковался интересно чтобы никому не мешать вроде как никто не работает но я такой разгружаюсь ребята вроде место пустое кажется вот это паркинг сидела а нет выходит тетка говорит ты чё типа дружка сгружается просто типа бизнес налажен садила оказывается не общем я официант сказал перепаркуйся ближе сюда просто то что там парковки толком нету ну что вы видите вот так нормально ближе ближе к траве не мешаемся там посредине посредине окон ведь уже какая-то аварийная ситуация случилась да как пятца это как трафика веще как трафика веще А, ну все, они уже все убирают, прибирают. Борисус, полис. Весь там, может, какой-то. Что такое? А, уже большая, видно, авария была. Разгребли, развезли все. Кусок машины. Сивик какой-то. Развернуло, что ли? Вот такого кабана я гружу, ребята, Infinity, дилер в Мемфисе. Один из таких моментов, когда говорят, что машина одна, а ты приезжаешь, и оказывается, что машина совершенно другая. Значит, у меня должна была быть Infinity Q60. Забираю я QX80. Q60 это маленький, ну, небольшой семиместный внедорожник. В раза два поменьше, чем вот эта машинка. Но оказалось, что по номеру выбило вот этого кабанчика. Ну, и я, чтобы отказаться, все-таки решил попробовать его запихать. Конечно, я думаю, что он не поместится, если честно. Но я попробую. Ну, и сразу покажу вам, как выглядит 2018 года Infinity QX80. Машина, ну, как бы, полная. Full-size SUV. Наподобие Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe и тому подобное. Очень такая вся люксовая, кожа обшитая. На полном фарше. С задним климат-контролем. Ну, вот такой вот красивый у меня салон. Очень такой люксовый. Даже есть в подголовниках экраны, DVD-шки. Если, например, сзади едут дети, то можно включить какую-то развлекательную программу типа мультиков. Большой багажник, но еще есть ряд сидений здесь. Этот ряд сидений сейчас опущен. В общем, она 7-местная тоже машина. Вот комфортная 7-местная такая, знаете. Сзади места нормально. Большой бардачок сзади. Правда, место дивана здесь разделенные два места. Не знаю, сколько. Это удобно, но, тем не менее, климат-контроль везде. Все сзади есть. Обдувайки эти все. Короче, автобус своего рода такой. Есть люк. В общем, не знаю, сколько машина это стоит, но предполагаю, что больше 60 тысяч долларов. А то, может быть, и все 70. Вот такой кабанчик. Ну, уровень японский, конечно, такой. Toyota, Nissan. Пластики такие простенько все очень. Никакого фэнси в этом нету. Ну, салон. Внизу еще ничего. Boss аудиосистема, кстати. Хорошая аудиосистема стоит. Ну, на Nissan она уже давно. Это, по сути, Nissan Infinity. Это люксовый Nissan. Как Toyota Lexus. Попробуем загрузить. Знаете, вроде бы залезло. Вроде бы залезло. Притык. Но залезло. Я возземлен, ребят. Еще и места кучи осталось. Одно единственное, что, конечно, я думаю, будет на заднюю ось перевес. Ну, будет видно. Насколько я знаю, в Теннессе вроде бы так насчет этого нормально. Кабанчик, кабанчик. Вот такая вот красивая Рестерия, ребята. Смотрите. Недавно построили. В Техасе. Еще, наверное, продолжают строить. Ну, типа, объясняют здесь, что здесь много ферм, много молочных ферм. Как это все дело добывалось. Где люди жили. И тому подобное. Такая громадная, громадная Рестерия. Даже есть столики, чтобы посидеть с беспроводной зарядкой. Классно. Лавочки такие крутые. Вот она наша американская индюшка, которая здесь водится. дятел. Бобкэт. В общем, что могу сказать, ребята. Застряли мы немножко здесь, на этой Рестерии. Сейчас у нас 9 утра. Эти траки выезжают все-таки, но это плохая идея, потому что там по дороге, как только выезжаешь с этой Рестерии, произошла большая авария. Три или четыре трака. Только что был китаец внутри. Один, который специально просмотрел дорогу по гуглу и остановился здесь на Рестерии, чтобы не ехать дальше, а переждать всю эту пробку, чтобы локбук даже не начинать. В общем, небольшая засада. Небольшая засада с этой пробкой. Я как бы запарковался, даже еще не трогался. Мой трак, он стоит там вообще сбоку. И вот тоже думаю, пробка достаточно длинная, может занять даже целый день, пока разгребут эти все траки. Так выглядит эта пробка, друзья. Я нахожусь и здесь. И вот она эта пробочка. Дорога перекрыта с обоих сторон, похоже. Я смотрю здесь сбоку. Сбоку есть вроде какой-то городок или что-то наподобие. Можно уйти. Хотя я сомневаюсь в этом. Думаю, что на Хавеи нельзя здесь никуда уйти. Не знаю, короче. Сейчас буду пробовать, наверное, все-таки выезжать по чуть-чуть. Ну, смотрится она очень длинная. С этой территорией. Ну, вроде как двигается. Желто-красно, желто-красно такое. Не знаю, куда там сгоняют людей. Ну, в общем, поедем, поедем. Трак, он пошел по обочине. Объезжает. Ну, по боковой дорожке. Не знают, как на нее попасть. Я смотрю, ребята объезжают. Видите, рядом с Рестери вот такая вот дорога. Ну, как туда попасть, это я даже не могу представить. Назад, что ли, сдавать. Тут все стоят. В общем, пошел по деревням. Ребята, в объезд. Сейчас посмотрим, что садо было. Бошлики пасутся. Целая фирма устыка, ребята. Вообще, представьте, начал объезжать, и вся пробка закончилась практически. Это как закон позлости, знаете такое? Поехал по этим деревням, взглянул на карту, а уже вся пробка рассосалась, и уже летят на всех парах. Ну что, немножко выехали вроде бы цивилизацию. GPS все кричит, мне track weight violation, что означает ни в коем случае нельзя здесь ездить грузовикам. Вот, но грузовики ездят в общем, туда-сюда. Везде по этим дорогам, поэтому думаю, что GPS может спокойно расслабиться. Ну вот, такая тут дорога, уже похожая более на Хаве. Сейчас главное пересечь ее аккуратно. Вернуть налево, сделать левый порог, что можно делать прямо сейчас по капустам. очки, трейлер немножко цепанул, там уклон такой нехилый. Ну, все. По этой дороге мы уже на 30-ку выберемся. Сзади меня тоже трак на хвост присел, короче, и едет. У него повыше немножко, но без проблем вообще прошел. Сейчас выходим на 30-ку, ребята, и практически мы уже вдало, сейчас час пути, буду делать свою первую доставку в Кехасе. В Кехасе. В Кехасе. В Кехасе. Здесь забираю следующую тачку, ребят, Мерса. Ешечку. Сейчас глянем, если готов. Город Остин, друзья мои. Нас встречают прохладным осенним вечером. И у нас перегруз очередной. Докатился я до Остина. Здесь у нас две машины должны забрать клиенты. Две машины стоят прямо на краю, в самом неудобном месте. Поэтому нужно все машины вытащить, эти две поставить с краю, где-нибудь здесь, а все остальное наверх. Потому что вот это идет в Сан-Антонио, эти две в Сан-Антонио тоже, это в Хьюстон. Выгоняем с вами Тесл. Тесла, Тесла, троллейбус. Троллейбусик. Продемонстрируем как оно это дело работает. Я только у нее сел, оно уже заведенное и готово ехать. Только нажал на стоп, загорелись фары. Тумная тачка. Тириринь. Давай, давай. Что такое? ехай, ехай. Ага. Оказывается, когда жмешь на тормоз и газ, она не очень хочет ехать. Ну, Сейчас потихонечку выберемся. Уходим, закрываем машину, сам тушится цвет и экран. Что сказать? Тесла умная тачка. это и уже не отнять модель 3. Чтобы вы понимали, ребята, это считается самая дешевая из моделей Тесла. А вот это самая дорогая из моделей Infiniti Практически. Практически. V8 В машинке тоже немерено сенсоров. 360 камера полностью по кругу. Infiniti запакованное автор. Так. Ну что? Ее сейчас здесь сбоку поставим. В общем, богатая машинка. Смотрится не хуже, чем Mercedes. Обшивка, все это дизила прямо на ощупь. Качественно-качественно. Не знаю, какая она долговечная, но смотрится как кабанчик. город Сан-Маркос неподалеку от Сан-Антонио, друзья. Вот так вот даже дался меня мой трак пока мы ходили в душ. Вот сюда Пайлот. Любимая заправочка на данный момент. Потому что там дискаунты, скидочки все дела. В общем, я до сих пор разгружаюсь, ребята. Немножко у меня подзатянула вся эта ерунда из-за перегрузок мелких. Еду разгружать вот эти две сверху машины и одну снизу. Остальные идут одна уже домой, другая в Хьюстон. Это дело постараюсь сегодня скинуть, если у меня получится. Дай Бог, все дилерские открыты. Так, про чекинем, что тут все окей. трак чистенький с прошлого раза, трубы только зашмаленные. Постараюсь все это дело закончить сегодня и уже добраться до Хьюстона, надеюсь. А там уже есть загрузки домой. У нас сегодня четверг, желательно в пятницу, субботу утром максимум выехать домой, чтобы на выходных проехать. грузиться на выходных это нереально. Ребята, работа кипит, видео снимать некогда. Я стараюсь по кусочкам выдергивать хоть где-то как-то, какие-то движения. Оно в принципе то же самое, но если что-то интересненькое, то вообще вообще стоит доставать камеру и держать сюда при себе. Доставка корветт на кармакс по дождику. Айска. Вот он космический корабль, сейчас который будем затаскивать. Смотрите, ребята, сделаю небольшой вам еще раз осмотр, как у него открываются двери. В общем, скинул я корветта, все окей. Забрали, расписались. Смотрите, как вам? Сиосайд Дождь Двери самоубийц. Ужас. Но удобно садиться, вообще от себя открывать. Салончик. Ой, сзади тут сидеть одно удовольствие. Никаких этих подголовников, ничего. Люксовая тачка. Ford Thunderbird это супер люксовая тачка даже для нынешних мне кажется дней. Таких уже делают мало или вообще не делают. Космос. Валите, маленькие птица Thunderbird сделана. Эти штуки, тут крышки, они открываются, загораются фары. Вроде бы работают. Thunderbird. Короче, автомобиль серьезный. Сырина, смотрите, какая. Мне, конечно, нравится эта кожаная крыша в идеальном состоянии. 50 лет машине она просто ну как новая. С чего она сделана, не знаю. И она оригинальная. Эта крыша оригинальная, как сказал хозяин, если ему верить, конечно. Знаете, люди разные говорят. Так что, ну тут видно, что оригинальная, немножко отходит там. Смотрите, электрические электронные зеркала. Все окна электронные. шикарно, шикарная машина. Заезжаем, ребята, наверх. Загоняем и едем ее скидывать. Здесь она наверху у нас вот так вот идеально встает практически. Сейчас вяжем. Она где-то через 20 у меня скидывается в этом же городе. Смотрите, она даже не сильно ржавая внизу. Для северной машины удивительно. Она в гараже стояла часто. Рамная тачка. Друзья, так, мы на месте доставки Тандерберда. Иду его разгружать и доставлять H&R авто с Антонио с Дум. Только что подходили люди, смотрели эту машину. Здесь на парковке стояли тоже чувак с Бостона, с Массачусетса. Он сам ездит на старом Шевролете где-то 70-го года, что ли, такой вылизанный весь, чуханный. И тоже ему нравятся такие старинки. Спрашивал за эту тачку какого года, сколько заплатили за нее. Я говорю, мужик, 68-й, Suicide Dors, все дела, короче, 3000 баксов взяли дилер от нас эту тачку с Нью-Йорка. Он такой, да ну, не верю, говорит, так дешево, говорит, вообще. Мне он рассказывал, что она, типа, в идеальном, в идеальном состоянии, типа, он такой, вау, надо же, говорит, бывают такие, бывают же, такие, типа, эти, знаешь, делы. Я говорю, ну да, кто-то нашел, купил, повезло. Интересно, тахометра здесь нету? Думал, вот этот тахометр, это Терси. Альтернатор. Такие тачки, что это? О, ничего себе, да. Вау, это дворники. Ничего себе. Никогда бы не подумал, что здесь кнопка дворников. О, ничего себе, даже книжка есть. Давайте полистаем. Что за книжечка? 68-й год, Thunderbird, Honor's Manual. Что в те годы они писали? Георгий Макуэнт, дворник, ознакомиться со своей машиной. Потом все вопросы. Air pollution control, ничего себе. Они даже за благосостояние воздуха волновались. Те годы тоже. Даже 68-м. инструкция, где какие датчики, как заводить, ключики, видите, все датчики. Дизайн. Force Lifeguard Design, Safety Futures. Emergency Flashers, это аварийки, как сиденья поднимать, поворотники как включать, регулировать зеркала. В общем, это была новинка в те годы. Людям нужно было объяснять, как правильно застегивать. Раньше ремней-то и не было в 50-х годах. Но в 68-м уже был газ тормоз, где прикольно, прикольно, интересно. Управление климат-контролем. Это все климат-контроль, ничего себе. Вот как двигаются эти заслонки, затворки, дворники, кстати, есть вот эта штука. Как пользоваться дворниками, потому что самому догадаться, в принципе, не очень легко. Потом радио, стерео. О, тут даже кассетник есть. А, нет, кассетника здесь нет, только радио. Кассетничек, видно, это было люкс в те годы вообще. У тебя не знаю, в те годы 68-м кассета уже была, не было. Руль подвигается. Куча разных приколов, как к трансмиссии переключать. Драйвинг будет Cruise-O-Matic Transmission. Вот так вот она называлась всегда. Зажигали. На холодную заводить, на горячую, если затоплен карбюратор, как из этой ситуации выходить. В общем, классно. О, зимняя, это как ее, вождение. Такая небольшая книжечка, но такие самые главные, самые главные для вас вещи рассказывает. Классно. Интересно окунуться в историю. Ладненько. История, это хорошо, но времени ждет. Надо отвозить, отвозить эту тачку, отвозить машинку и ехать дальше. На стоп, помчали отвозить. Прокатимся в последний раз. на этой модельке. Ух, как она едет. Как же звучит этот V8, ребята. Он шикарен. А вон еще одна маска. Чаленджер. Там он дилерская, за этим знаком Jim's restaurant. Ресторанте. И за ним уже дилер. Уже ждут, ждут. Сейчас поставим, заберем оплату. Пойдем, скинем последнюю машину Сан-Антонио и может быть что-то заберем. Не знаю, пока ничего нет в этом городе. Сан-Хьюстоне. вот он дилер, куда я еду. Развернемся здесь. Если честно, ребят, я бы эту машину за 3000 долларов сам бы забрал, если бы нашел бы. В таком состоянии и на ходу это просто какая-то нереальная находка для такого автомобиля. Думаю, что 10 тысяч это минимум, что они запросят за эту машину. Немножко ее подделают. Хотя я не думаю, что они даже делают что-то с ней будет сильно. Думаю, что просто ее перепродадут и все. Разворачиваться тут нельзя, жалко. А тут я развернусь. А ваше ментов не было. Это я так смело катаюсь по городу без номеров. Мы уже не привыкали чуть-чуть. Дадим в полик. Вот она природа. Десятка. Потоп машин не менее. Много старых на юге машин, потому что здесь ни соль ничего такого нету. Очень легко их содержать. Они не ржавеют ничего. Оба слышали? Красота. Никаких сенсоров еще нет. Просто валят. Куда мы ее? Давайте подгоним сюда. Вот еще красавец. такие машины. прикольные на этой дилерской. Я на ней второй раз или третий. Правда в прошлый раз у меня тут была загвоздка с оплатой. Так что сейчас посмотрим, что они мне скажут за счет оплаты. Машина на месте. Надеюсь, чек подготовили. Я звонил заранее. Видите, такие маленькие сколы, царапинки, но это ерунда. Это ерунда. R&R Motors. А вот смотрите, бронка, рейнджер, кабан. Ого. Это непонятная штука. Hello, how are you? Alright. Thank you, guys. Have a good one. Beautiful car. Love it. Everybody was asking about it. It's like, wow, where did you get it? How much was it costing? Nice. Really nice looking. Take care. Thanks. There's a other one. Normal клиенты попались, ребята, сразу дали check. Все good. Движем дальше. Скидывать наши машинки по этому городу и едем в Хьюстон собирать все остальное. Пока ничего нету в этом городе, чтобы собрать. Так что думаю, произойдет сейчас все быстро по доставке. вот все, что осталось. Вот эти две доставить, а это уже назад домой. Говори good, работа кипит. если честно, медленно конечно накипит. Но что поделать. Первый рейс, как говорится, всегда комом после vacation. Надо влиться в работу и тогда будет легче. Все, друзья, выскакиваем на дорожку и погнали. Вообще так под уклоном все немного и от под до 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 все инфинти пошла красавица все окей идем дальше это была последняя машина сан антонио сейчас я еду одну забирать все-таки нашли мне машинки вроде неплохая цена маленькая машина едем за пикапом у них тут перестройка на дилерской инфини строится новое здание красивая старая под снос забором огородили и там где сейчас работает там такой дворик вообще маленький за как они там помещается все вагончик стоит торгует торгует короче из вагончика все а вот это 10 хайвей вернее freeway который идет от аж самого лос-анджелеса до флориды классная дорога в основном никогда здесь не снега не бывает не зимы толком сюда тепло хорошо супер люблю эту дорожку по ней бы только и работал бы если бы жил на юге широко классно вот так мы ходим здесь смотрите какой спад где-то километр мне надо пешком назад идти наконец-таки с этой сидячей работы я обожаю просто такие моменты когда я могу запарковаться за 1 км от доставки и потом спокойно себе пройти минут двадцать сторону машины идеальный вариант некоторые ребята конечно советуют мне в комментариях купить самокат или велосипед но ребят поймите тут это вообще ни к чему не самокат ни велосипед ходить пешком это просто ну подарок в этой работе когда получается так что самокат и все это дело не уместно да и по таким дорогам по таким склонам где на нем ехать это просто ну нереально даже на велике а пешочком везде пройдешь и полезно и как говорится везде проходимо одиннадцатый номер это незаменимая штука но что не везде есть тротуары не везде удобно ходить ходим по таким тропинкам идем 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 и тут раз начинается тротуар америка конечно страна не для пешехода но по крайней мере не везде тихо еще куда не шло вроде бы как сейчас все больше и больше делают тротуаров но в основном здесь люди ездят на машинах и поэтому оно такое пешком походить не везде удается удобно и комфортно ну вот она моя красавица вот так вот я стал на желтой сплошной двойной кто бы чего не говорил ребята но пока стою не ментов никого в америке тут все проще насчет этого часто тоже говорят пересекаешь сплошную там желтую там поворачиваешь через нее все это как бы вроде в законе прописано но никто это не пресекает очень так строго я так скажу ну бывает так все едем загружаться иду за очередной машинка ребят опять в районе километра у меня walking distance потому что сюда заехать в эти деревья такие можно короче поцарапать тачку я решил пешочком пройтись и сразу показать вам как живут тут местные техасцы в городе сан антонио здесь конечно дома отличаются от наших массачусетских здесь более таки они кирпичные более красивые хотя по цене наверное дешевле даже чем массачусетс сейчас конечно здесь благоприятная погода но в основном здесь жара стоит особенно летом тут просто дома выйти это нереально такие деревца колючий которые царапают все мои машинки не дай бог я заеду под них но улицы классно широкие мне здесь нравится смотреть тут конечно улички супер даже не знаю может быть и заехал бы вот именно на эту улицу но вот сюда уже даже низкий трак цепляет види какие ветки это мусорка стоит и уже дотрагиваются до веток вот это как раз да мусорка с манипулятором прикольно с таким краном забираются и что нам кидают так ну что я пошли почти почти дошел моя улица называется весли плейс вот такие вот дрова я забрал ребятам ниссан центра старичок восьмой год ничего особенного просто покажу иногда когда у нас какие у нас есть машины микс даже бензобак не закрывается индусы ездят на этой машине я даже почти уверен что в багажнике может быть что-то есть сейчас проверим что у меня проверяю чтобы не было никакой ерунды багажник даже не открывается представьте они открылся пустой я не могу поверить просто переезжают с пустым багажником багажник что не закрывается это прикольно пробуем класс это тоже не закрывается уже машина дрова я же говорю смотрите связь царапанная в дентах от града здесь град часто бывает очень хорошо просматривается но какая бы ни была машина это машина клиентов обращаться с соответственно ребятки я только что забрал свою третью тачку в хьюстоне едем на ночлег сегодня день закончен сегодня у нас 11 октября 18 года четверг завтра из пятницы уже и уезжаем мы в сторону дома я надеюсь все будет нормально собираем остальные три машинки и поедем уже потихонечку домой потому что этот рейс что-то в техасе немного задержался из-за нехватки грузов но ситуация выравнивается и думаю что будет все окей а едем ночевать значит на валмарт валмарт здесь в городе томбау это район хьюстона северный северо-западный трек стопов здесь минимум а можно сказать даже нету так что валмарт у нас думаю что выручен там можно будет умыться почистить зубки покушать и запарковаться самое главное в общем ребят валмарт это the best супермаркет который может вообще быть для дракистов а вот он и наш валмарт вот она наш валмарт сейчас посмотрим если здесь есть заезд так называется магазин валмарт вот сейчас где-то сзади так подъехали смотрю много народу когда много народу в таких магазинах очень сложно запарковаться очень сложно смотри в колбасе кистоят пару траков каких-то вроде как тут кстати рядом видите ресторанчики бургерные разные айхаб можно перекусить сразу с утра особенно вайка и кофейка блинчик с вареньем скушать в общем супер также займем в эту улочку и посмотрим если нам будет представляться возможность заехать по валмарт с задней стороны там где заезжают все траки так ага вот что могу сказать ребят здесь узенько узенько место вроде бы как есть для траков но заехать я наверно здесь все таки не смогу поеду чуть дальше один трак стоит но это валмартовский тракт я думаю ему можно как бы всем лишним друзьям как говорится валмарта не очень рекомендуется здесь парковаться даже никого здесь не вижу тяк 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 ладненько сейчас порешаем так вот он track entrance это коммерческий заезд так не застрять заезда все на такие хитрые но кстати здесь по наставил еще кучу контейнеров и свободно сейчас что в техасе в сан антонио что здесь можно немножко застрять но я вроде как прохожу 7 миллиметр жить я не верю если мне здесь просто можно парковаться я не вижу знаков что вроде какие-то знаки там но я рискну i'll take my chance как говорят прогонят прогонят не прогонят значит нормально дело в том что выехать отсюда вот будет немножко сложновато здесь выезды такие что можно застрять но здесь несколько выездов поэтому 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 думаю нормально где-нибудь выеду где-нибудь выеду где-нибудь выеду выеду где-нибудь парковка так сбоку полупустая что огромный плюс но сейчас посмотрим что не возле этого трака все таки трак есть трак заехать это я заехал блин но выезда здесь конечно жесть узкие потом пройдут посмотрю про чек ну что ребятки это забирал машину в том доселе клиенты мне дали 10 долларов чаевых так что надо их в алмарте потрачу что-нибудь водички соков все такое ребятки я угадал тут знак ноут раку трейлер паркинг поэтому будем ожидать security когда придет и скажет что-нибудь но я надеюсь что нет тоже security здесь не бывает на алмартах часто насколько я знаю место куча короче иду пешком смотреть где можно завтра будет выехать безопасно потому что эти боковые выезды это ну нереально там склон в 20 градусов у меня застрянет там прицеп если я буду выезжать в общем как то так ну думаю что где то здесь будут ровные выезды где можно будет повернуть нормально все глянем друзья всем привет стоим загружаемся в Хьюстоне уже жду клиента сейчас подкатит мне Lexus ES350 забираем Lexus едем скидывать Tesla и всего лишь остается нам три машинки позабирать в этом городе ребят и надеюсь что сегодня вечерком уже выйдем домой если ничего не задержит будет круто нужно будет сейчас немножко перегрузиться опять вытащить здесь все тачки а вон он мой Lexus и снова пробка ребят Хьюстон обычное дело закинул я быстро Lexus товарищи так как я был на обочине дороги не стал снимать покажу попозже еду скидывать Tesla потом еду за BMW 5 серии потом еду за Ford F150 и еще одной машины у меня нет ждем ждем есть возможность взять машину также BMW 2019 года семерка B7 Alpino но машина очень дорогая машина большая и я немножко стремлюсь ее взять и денег за нее платят ну так себе мягко сказано не знаю пока сложненько с грузом последним ну а как обычно у нас традиция такая что последнюю машину ищем день-два ну не всегда но бывает почему-то так получается так что работаем по Хьюстону с надеждой что выеду сегодня домой или хотя бы завтра утром я смотрю тут сбоку просматривается новое направление ответвление от Хавея железная такая трасса строится смотрите на таких конкретно железобетонных сваях метровых наверное метр не меньше это будет выход в город с вот этого Хавея население в Хьюстоне растет как я уже говорил раньше и тут стройки идут непрерывно вон спереди тоже все перекопали тут прямо здесь будет ребята проходить хайвей прямо где я еду сверху только представьте уже по небу машины ездят не только по земле у нас только население в техасе серьезно из-за этого и пробки ничего у нас есть терпение мы подождем правда зашел бы Вайхоп съел бы блинчик если было время с удовольствием вот в эту контору мне нравятся здесь такие вкусные блинчики готовят видите называется International House of Pancakes very good very good very tasty place и просто вспомнил обо мне ты залетается дорога как будто нету ей конца в общем прибыли на Тесла завод или Тесла Repair Shop не знаю какой-то ремонтный цех ребята оказывается я позвонил этим ребятам мне говорят что это не дилерская не дилерская сам короче не знаю сервис одним словом это сервис во смотрите сколько стоит Тесл Тесл да 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 модуль С вы правы а вон стоит модуль X модуль 3 даже и не видно хотя нет вон вдалеке что-то просматривается красавчики в общем троллейбус идем внутрь спросим можно ли вообще здесь стоять вот так и разгружаться Тесл в общем сказали что все окей разгружайся проблем нету лучше спросить конечно заранее а потом чтобы не разгрузить пару машин они тебе сказали эй 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 что делай загружай назад уезжай отсюда так что работаем надо снять снять лексус кстати лексус я забрал даже не показал вам сейчас я вам покажу смотрите какой красавчик 2015 год не новый ES350 беленький вроде простой но чем он отличается именно эта модель черными дисками очень классно мне нравится и черными ручками контраст на белом цвете идеальный и черные зеркала обалденно просто обалденно смотрится машинка на 5 с плюсом ну и конечно же салон ребят сейчас я вам покажу салон что же там смотрите тут лексус написано салончик у нас коричнево светло-коричнево черный вот так вот смотрится очень классный салончик чистенько все классно хотя ездит на нем араб зовут его Али а точнее Али Баба так что нормальная тачка вот я не знаю что с нами будет наверное сивик лексус выгнать чтобы тесту достать и тогда уже вот эти две наверх наверное загоню и все и потом будет вот и Продолжение следует... 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 Все Добрый день и гол Сейчас проверим дистанцию Ой мамочки Нормально Где-то кулачок Здесь дистанция если есть Это нормально Именно первая, вторая После второй и третьей Дальше у меня здесь уже Место как бы впритык Впритык должно быть Где-то отсюда Для маленькой машины как центра хватит Все по расчету Все отлично Центренок у нас идет В Ахая А так как Ахая ближе чем Нью-Йорк А Мерседес идет в Нью-Йорк Мы ставим эту машину соответственно Последнюю наверху Так как скидываться она будет первой Логично? Логично Памчали Машины сейчас только вяжем И все И мы готовы грузить сюда уже Форда Большого туда BMW пятерку Ну и все что найдут остальное Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok